Слово пятое. О заповедях верным и о домостроительстве желающих в мире жить вместе друг с другом. Когда идете вместе дорогой, внимайте во всем по мыслу слабейшего между вами. Поймет ли он нужду отдохнуть немного или принять пищу поимеет несколько прежде времени. Когда выйдете вместе в какое дело? Каждый из вас в себе да внимает, а не брату своему. Исполняет его силы, говоря, не бойся, Яков, мало играй. Исайя 41.14. И опять не бойся, я избавляющий тебя, ты призвал имя мое, и я спасу тебя. Исайя 43.1. Когда ум услышит такое воодушевительное слово, то смело восстает против вражьей силы, говоря, кто против меня, если Господь за меня. Исайя 58. Все вы будете, как одежда оббитшавшая. Но силен Бог сделать, чтобы и мы обрелись в числе тех, которые, имея смирение, были сохранены им, так как оно было для них шлемом и охранило их от всех стрел врага. Благодатью Бога, которого сила и слава и держава во веки веков. Аминь. Слово пятое. О заповедях верном и о домостроительстве, желающих в мире жить вместе друг с другом. Когда идете вместе дорогой и внимаете во всем помыслу слабейшего между вами, поймет ли он нужду отдохнуть немного или принять пищу, поимеет, несколько прежде времени. Когда выйдете вместе в какое дело, каждый из вас в себе да внимает, а не брату своему. Не учить его пусть не учит, не приказывает, что пусть не приказывает. Когда делаете какое поделие в теле или вы строяете, что очаг, например, или другое, что делающего свое дело, оставляйте делать, как он хочет. Но если он скажет, творите любовь, научите меня, потому что я не умею, как сделать то и то. А между вами есть умеющий что делать. Да не слукавит он мне и скажет, сам не умею. Такое смирение не по Богу. Если брат твой делает какое дело, никак должно. И ты видишь это, не скажи ему, ты это испортил. Но если он скажет, твори любовь, научи меня, ты же не научишь, а промолчишь, то нет в тебе любви Божьей, потому что держишь сердце лукавство. Если брат твой сварит варево, и будет оно не так хорошо, не скажи ему, худо ты сварил, ибо в этом смирь для души твоей. Но подумай лучше, как было бы тебе прискорбно, если бы пришлось самому услышать это от другого. И успокоишься. Когда поете вместе, и кто-нибудь ошибется в слове, не сказывайте ему об этом, и не смущайте его. Если пропустит слово, пусть пропущено остается. Но если он наперед скажет, сотворите любовь, сказывайте мне, если ошибусь, или пропущу, сказывайте ему. Когда вкушаете, что за трапезу, и кому-либо из вас нежелательно такая пища, пусть не говорит он, этого я не могу есть. Но ради Бога, даже до смерти, пусть понудит себя, или смолчит, или ест, как другие, и Бог успокоит его. Когда вместе делайте какое дело, и кто-нибудь из вас по малодушии перестанет работать, не упрекайте его, но паче соблаговолите ему или поблажьте. Когда зайдут к вам братья, отнюдь не расспрашивайте их ни о чем, что может во вред послужить вам, чтобы не осталось вам от них теле и пленения, смущения, рана в сердце. Но если зашедший не мог что удержать, и скажет, кому-либо из вас нечто такое, что как замечено может во вред послужить вам, то услышавший, пусть никому из братья не пересказывается, а промолчит, чтобы пленение то, как пришло, так и прошло у него одного. И не наполнил он сердец их ядом смертоносным. Когда пойдешь на сторону по какой-либо нужде, никого не спрашивай ни о чем не подобающем тебе, чтобы целым, неповрежденным, войти тебе опять в теле свою. Если же что услышишь, нехотя, того пришедшего не пересказывай братьям своим. Когда бываете на стороне, ни в чем не позволяйте себе вольности. Куда не войдете, чтобы видящие благообразие вашего поведения в пользу получили от вас. Особенно не послабляйте себе в тайном и, видимо, являемом молчании. Ибо все те страсти, промахи в поведении от вольности оказываются в ином немощном братье по причине бездействия или опустения сердца его, что не видит он грехов своих. Верите, что помощь Божия, упование, тихо-нравие, совесть, оставление воли своей и нужение себя во всем имеет место в сердце смиренно-мудром. А высокоумие, любопрение, почитание себя знающим воли брата своего, попирание совести, невнимание к тому, чтобы брат твой скорбит на тебя со словом, какое мне до того дело имеет место в сердце жестоком. Когда творите рукоделие ваше, какое бы оно ни было, употребите усилия. Не разузнавай, что ты наработал в неделю и что брат твой, ибо это знак необученности. Когда пойдешь на работу с братьями своими, не желай, чтобы они узнали, что ты более наработал, чем они. Вот что требует Бог от человека, что всякое дело, делаемое им, делал он в тайне. Если брат твой по малодушию ответит тебе словом недовольного, потерпи его с радостью, ибо если рассмотришь случившееся судом божеским, праведным, немецеприятным, то найдешь, что ты погрешил, а не брат. Если вперед с братьями, и помысл твой захочет стеснить тебя более обыкновенного, употребляй не пищи, скажи помыслу своему, брат немощный, здесь живущий есть владыка мой. Если решительно желаешь увеличить воздержание, возьми себе малую келью особую, а брата своего немощного не смущай. Если зайдет к вам брат-странник, о котором прежде слышали вы, что он любит показанность, любит рисовать себя, представлять себя многознающим, подвижником и прочее, не пытайте его об этом на словах, пока сам собой не обнаружит этот недостаток его. Ну и после постерегите сделать что-либо сообразно с тем, что узнали, потому что если поймет это брат, то оскорбится. Если желаешь что-то взять, имея в том нужду, не ропси на брата своего, говоря себе, почему не догадался он дать мне то сам от себя, но скажи ему дерзновенно в простоте, сотвори любовь, дай мне то-то, потому что имею в том нужду. Это и есть святая чистота или прямота сердечная. Если же ты не скажешь, а между тем будешь роптать и укорять брата в сердце своем, то ты не прав. Если зайдет у вас речь о каком-либо слове Писания, знающий его и понимающий по силе своей, пусть волю свою несет, или держит позади брата своего, уступает ему, и упокоит брата своего в радости. Слово, которое паче всего искать должно, есть это, смирять себя перед братом своим. Кто держит во внимании страшный суд, о котором имеет предстать, тот всячески усиливается достигнуть, да не заградятся уста его, не находя что сказать в оправданиях страшный час тот. Не разведывайте о делах века сего, чтобы не стать подобными тем местам, в которые всякие идет отлагать испражнения чрева своего, из которых потому большое бывает зловоние. Но будьте паче жертвенником Богу чистым, устрояя внутрь себя иерея духовного, который всегда утром и вечером возлагал бы финиам на сей жертвенник. Не оставляйте никогда этого жертвенника без финиама, но понуждайте себя непрестанно возноситься перед лицей Господа со всяким молением, да дарует он вам простоту и детскую невинность, и возьмет от вас противное тому именно все лукавство, бесовскую мудрость, любопытство, блуждание всюду, чтобы это видел другое, слышать, самолюбие, злосвердение, ибо все такое истребляет труды тех, которые так действуют. Конец же всего этого, если человек разумно боится Бога и внимает покорности совести своей по Богу, то о всем сказанном научит он сам себя в тайне. Когда же там внутри не будет домовладыки, он у вас страха Божия, когда у такого бедного человека дом внутренний брошен бывает на произвол, и всякий, желающий, говорит в нем, что хочет, потому что сердце его не под его состоит власти, а под власти врагов. Если предлежит вам выйти на какую-нибудь небольшую работу, никто да не придирает другого и не выходит один, оставя брата свое мучиться совестью в келье, но пусть скажет ему с любовью, хочешь идти, пойдем. Если увидит, что брат не имеет покоя, неспокоен духом, кто сейчас или не муществует телом, пусть не спорит, настаивая ныне и тянетременно, но пусть отложит на несколько и идет в келье своих сострадательных брату любви, блюдитесь в чем-либо противиться брату, чтобы не оскорбить его. Кто живет с отцом или братом своим, пусть не совещается ни о чем с кем-либо из посторонних, но о всем с тем, кто живет с ним, в этом мир и послушание. Если живешь с отцом своим или братом, смотри, не окажись имеющим с кем-либо дружбу в тайне, или пишущим кому-либо письма тайком, не желая, чтобы знали о семье, кое с тобою, этим ты и себя губить будешь, и их. Если живешь с тем, кто больше тебя, смотри, не спросивши его, не делай за бедного какого-либо благотворительного дела, не делай этого тайком. Спрашивая помыслов, спрашивая не после того, как исполнишь их, но сказывая о том, что борется в настоящее время, о перемене ли место жительства, или научение, рукоделию, и о перемене рукоделию, оступили ли они в сожительство с кем, или в оставление такого сожительства с кем, о всем спрашивая свободно, но прежде чем сделаешь, что делаем. Также о немощем душевности, о страстях телесных спрашивая, когда помыслы еще подущают тебя на это, и спрашивая не только, что ты еще не сделал ничего по всем внушениям, но спрашивая о ране, говоря, что ты уже уранен, чтобы получить вращевство против раны. Когда спрашиваешь о помыслах своих, не будь лицемером, и не говори одного вместо другого, или не давай такого оборота речи, будто другой у них так и так поступил, но говори истину и уготовь себя сделать, что тебе не скажут. Действуй иначе, сам над тобой посмеваешься, а не над старцами, которых спрашиваешь. Когда спрашиваешь старцев о бране, не слушай тех, которые внутри говорят тебе больше старцев, но прежде помолись Богу, говоря, сотвори со мной милость, и что благоугодно тебе о мне, внуши отца моим сказать то мне, и потом, что не скажут тебе отцы, сделай то с верою, и Бог успокоит тебя. Когда живешь с братьями и не находишь упокоения по каким-либо причинам, или по причине рукоделия, или по причине связности, тесноты жизни, или по причине покойности жизни, или по причине невозможности терпеть встречаемые неприятности, или по причине уныния, или потому что желаешь, у безмолвиться, или потому что не можешь нести иго в подчинение, или потому что не имеешь возможности делать, что желательно тебе, или потому что не имеешь всего потребного тебе, или потому что немощен и не можешь нести труда, что у них, или вообще какая бы то ни была причина побуждающая сердце твое отойти от них. Смотри, не соглашайся отойти, не сбрасывай иго и не уходи из печали. Или не убегай скрытно, чувстве оскорбления на них. Или в то время, когда внутри тебя в силе пребывает укор им и охуждение их, не вспомнив по причине покрышего тебя озлобления на них, а братцы твоем с ними. Нападьте, поищи для себя времени мира, чтоб сердце твое покойно было, куда бы ты ни отошел. Охуждение же их на себя взвали, ни в чем не осуждая братья, с коими жил. Не слушайся врагов твоих, если они будут внушать тебе. Приложить благодеяние их братьям за деяние, чтобы избежать укора самому себе и укором брата твоего прикрыть твой собственный. За это падешься от руки врагов твоих там, где основаешься на жительство. 32. Пришедшись в какое-либо место на жительство, не бери себе келье для жилья прежде, чем узнаешь порядки жизни тамошней. Нет ли там тебе преткновений какого-нибудь или по причине много попечительности, что надо много забот иметь, или потому что видеть будешь некий, не на пользу себе, или по причине славы тебе или тому месту, или по причине покойности, слишком покойной и утешной жизни, или по причине преткновений со стороны друзей твоих. Если будешь мудр, все узнаешь в несколько дней, нет ли там тебе или жизнь. Если дашь брату телесу, чтобы он побыл в ней несколько дней, не относись к нему так, как бы он оставил у тебя под властью. Если возьмешь у кого келью на прожитие, в ней немного времени, ничего не разоряй, не устрояй в ней, не спросивши прежде у того, кто тебе ее дал, угодно ли ему то, или не угодно, иначе не по совести будет. Когда живешь с кем или временно проживай у кого, получишь от него какую заповедь, поостерегись ради Бога, презреть, и явно или тайно нарушить эту заповедь. Если же я одиноко в теле своей, положишь себе принимать пищу в такой-то час, или не есть варево, или другое что, потом выйдешь на сторону, поостерегись, сидя за трапезой, где любо сказать, кому прости мне, я этого не вкушаю, потому что через это весь трус мой попадет в руки врагов твоих попустил. Владыка твой спаситель сказал, делай тайне, чтобы отец твой воздал тебе явно, кто любит труды свои, тот ведет их, чтобы они не пропали даром. Когда живете вместе с тем, то какую бы работу ни вели вы вместе, внутри или вне тела, когда брат твой позовет тебя на нее, смотри, не скажи, потерпи немного, дай кончить вот эту малость, но тотчас послушайся его. Когда работаете вместе друг с другом, то если ты мудр, какую бы погрешность ни увидел ты вне у других, не носи ее в памяти, чтобы не сорвалась, как-либо с языка сказать о том браке, с тобой живущим, ибо в этом смерть в душе твоей. Если живут с тобой братья, и случится им иной раз потрудиться весь день, утешишь, дав им вкусить пищи прежде определенного часа. Не о себе только помышляй, но внимай суду Божью. Бога имей перед дочами во всяком деле, какое бы ты ни делал. Если придешь в какое место, чтобы жить там, одному или с теми, какое прежде тебя там устроились, и увидишь, что вредное для души, или не монашеское, искусство ли какое, или дела, не открывай уши своих, на обличение того, но если не по душе тебе там остаться, иди в другое место, язык же свой соблюди, чтобы не обличить их, ибо в этом смерть тебе. Если ты не маществуешь страстями, остерегись позволять кому-либо открывать тебе страстные помыслы свои, как верному, ибо такое дело пагуба для души твоей. Если прорвется между вами какое смехотворное слово, остерегись позволять голосу смеху вашему возвыситься до услышания, ибо это знак необученности и бесстрашия Божия, потому что нет стража внутри вас. Так как в одни наши гнев Божий постиг всю вселенную, то не смущайтесь, чтобы не услышали, но так, говорите в сердцах своих, что это сравнительно с тем местом адом, кое имеем и попасть за грехи наши. Что это? Сотворите любовь ради Бога, прочитывайте написанное здесь, чтобы и соблюдать то, потому что для верного немало, почитать это малым, неважным. Вот я понудил себя написать вам и это, так как прежнего недовольно было для вас. Слово шестое. О желающих безмолвствовать добрым безмолвием. Любовь к пытаниям и писания рождает споры и вражды. Пласть за о грехах своих приносит мир. Грех монаху, сидящему в хелии своей, если он оставляет грехи свои, вдается в пытание писания. Кто придает сердцу свое пытание, почему писание сказал так и так, прежде чем стяжает себя самого, то есть власть над собой, или высвободит себя из страстей, тот имеет сердце пытливое и пленение крайнее. А кто бодренно бледет, чтобы не быть чему-либо плененым, тот любит повергать себя перед лицем Бога. Шестое. Шестое. Преподобное. Ава Исаия. Шестое. Второе. Неси высших даров Божиих, пока молишься Ему о помощи, да придет и спасет тебя от греха. Божие само собой приходит, когда будет для Него уготовано место, не скверное и чистое. Кто утверждается на собственном своем разуме и держит свою волю, тот привлекает к себе толпы бесов и не может быть от Духа Божия, приносящего сердцу печаль или сокрушение. Кто, видя свои веса Писания, творит их по собственному, своему разуму и на нем утверждает себя, что так есть, на нем утверждает, полагая, что так должно понимать слова те, таковое не знает славы Божией и богатства Его. А кто, видя, говорит, не знаю, человек есть и воздает славу Богу, таковом обитает богатство Божие по силе Его и по смыслу Его. Не будь охочь открывать помысл свой всем, а только сам своим, чтобы не навлечь себе печали к сердцу Свою. Храни уста Свои, да честным будет пред Тобою ближний Твой. Уважение к ближнему да остерегает уста к осуждению Его. Приучи язык Своих к словесам Божиим, с разумом, и ложь убежит от Тебя. Любовь к славе человеческой рождает ложь, а уничижение себя в смирении еще большим соделывает страх Божий в сердце Своем. Не желай быть другом славных мира сего, чтобы слава Его, чувства зловредности славы Его не притупились у Тебя. Если кто наговорит перед Тобой на брата Своего, уничижить его и покажет злобу на него, не склоняйся против него, чтобы не постигло Тебя то, чего не желаешь. Простота и немирение себя, вменение себя ни в очто, освещает сердце от лукавства. Кто лукаво ходит с братом своим, того не минует печаль сердечная, кто говорит одно в сердце своем имеет другое в лукавстве. Все служение молитвы такого чтетно. Не прилепись к кому-либо из таковых, чтобы не оскверниться ядом его оскверненным. Ходить с незлобивыми, да общником будешь славой их и чистоты. 14. Не имей злобы на человека, чтобы не сделать бесплодным трудов своих. Со всеми будь чистосердетен, да узришь в себе мир Божий. Как тогда ужален бывает, кто скорпионом, яд этого, последнего, проходит по всему телу и самое сердце повреждает, такова и злоба на ближнего сердца. Яд ее уязвляет душу, и в беде бывает она от зла его. Итак, кто желает пощадить труды свои, чтобы они не пропали даром, пусть подпишит извергнут из себя этого скорпиона, то есть лукавство и злобу. Слово седьмое о добродетелях. Три есть добродетели, которые всегда промыслительно блюдут ум и в которых он имеет нужду, естественное ему стремление, мужество и безленостность. Три есть добродетели, которые, если ум увидит в себе, верует, что достиг бессмертия, обновления или совершенства небожителей, бессмертность, рассуждения, верно отличающие одно от другого, проведение, всего прежде времени и несочувствие ничему чужому, чуждому. Три есть добродетели, которые всегда свет подают уму. Неведение лукавства ни в каком человеке, благотворение злотворящих тебе и перенесение всего находящего без смущения. Эти три добродетеля рождают другие три, больше их. Неведение лукавства в человеке рождает любовь, благотворение злотворящим тебя и живает мир, перенесение находящего без смущения приносит кротость. Четыре есть добродетели, которые чистые делают душу, молчание, соблюдение заповедей, теснота, теснение себя во всем, что был тесный путь, и смиренно-мудрие. В четырех следующих добродетелях ум всегда имеет нужду, молиться Богу, преподая к нему непрестанно, повергаться пред лицом Бога, не беспокоиться насчет всякого человека, что и как он, тоже что не пытать, чтобы не судить его, быть глуху к тому, что говорят ему страсти. Четыре добродетели, как стеной ограждает душу, и дают ей покойность вздохнуть от тревог со стороны врагов, милость, безгневие, долготерпение и извержение всякого находящего семени греха, противостояние же, забвение сохраняет их все. Четыре добродетели по Боге помогают юности новоначалию, получение на всякий час, безленостность, бдение и немерение себя, ни во что себя вменение. Четыре вещи причиняют осквернение души, блуждание по городу без хранения очей, дружба с женщиной, дружба с славными мира и любление бесед с родственниками по плоти. Четырьмя вещами множится блудная страсть к тебе, спание вдоволь, едой до сытости, смехотворным празднословием и наряжением тела. Четырьмя вещами помрачается душа, ненавидением близнего, уничижением его, завидованием ему и ропотом на него. Четырьмя вещами душа делается пустою, переходами с места на место, любовью к развлечениям, нижчелюбием, вещелюбием и скупостью. Четырьмя вещами множится гнев, даянием и приятием сделками, держанием воли своей, желанием учить и почитанием себя разумным человеком. Три есть вещи, которые человеку трудно приобрести, на ими хранятся все добродетели, сокрушение, плач о грехах своих и имение смерти предачами своими. Три есть вещи, которые проявляют власть над душой, пока она не достигнет великую меру, и они это не дают добродетелям сожительствовать с умом, пленение пристрастие к чему-либо кроме Бога, леность и забвение. Забвение воюет с человеком до последнего издыхания, повергая его в бесплодие. Оно сильнее всех помыслов и есть родительница всего худого и разорительница того, что каждый час созидает в себе человек. Вот дела нового и дела ветхого человека. Любящий душу свою и не желающий погубить ее соблюдает дела нового человека, а любящий в краткое время это творит дела ветхого человека и губит душу свою. И Господь наш Иисус Христос, являя нового человека в своем теле, говорил, любящий душу свою погубит ее, а кто погубит душу свою ради меня, тот сохранит ее. Он есть владыка мира, им разрушена стоящая посреди преграда вражды. Говорил он также, не пришел я принести мир, но меч, и еще огонь пришел я не здесь на землю, и как я хочу, чтобы он возгорелся уже. То есть, что в тех, кои последовали его учениям святым, был присущ осиздательно огонь божества его, вследствие чего они имели себе меч духовный, которым отсекали все пожелания плоти своей. И Господь дал им радость, говоря, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Вот как попекшийся погубить душу своей веке этом, и отсекший пожелания свои, соделались святыми овцами его в жертву ему. И когда явится он во славе божества своего, тогда позовет их одесну из себя, говоря, придите, благословенный отца моего, наследуйте уготованное вам царство от создания мира, ибо алкал я и дали мне есть. Вот как губящие души свою в краткое время это обретут ее во время нужды, получая воздаяние гораздо больше, нежели какое ожидали получить. Исполняющие же воли свои сберегают конечно душу свою в грешном веке этом, но как они прощают суетностью богатства его не соблюдают заповедей Божьих, чая без конца пребывать в веки семь, то в час суда обнаружено будет храмных ослеплений их. Они явятся козлищами проклятыми и услышат страшный приговор судьи, который в огонь вечный уготовлен дьявол и ангелом его. Ибо алкал я и не дали мне есть. Уста же их заградятся и не найдут они, что сказать, вспомнив о своей немилостивище прежней и настоящей бедноте. Правда они скажут тогда, Господи, когда мы видели тебя австущим, не послужили тебе, но заградит им уста, говоря, сделавший добро одному из верующих меня, мне сотворил его. Испытаем же себя возлюбленное, исполняет ли каждый из нас заповеди Господни по силе своей или нет. Ибо все мы долг имеем исполнять их по силе нашей, малой по малости своей, великий по великости своей. Вметавшие дары свои сокровища хранительницу богаты были, но Господь обрадован был более бедной вдовою ради двух леб ее, потому что Бог смотрит на произволение наше. Не даем уныние, что немногое можем сделать, чтобы завидование другим не отлучило нас от Бога, но будем исполнять послужение своей, по бедноте своей. Ибо Господь как сотворил милость сочерью начальника синагоги, воскресил ее, как помиловал кровоточивую все истратившую на врачей, прежде чем познала она Христа, как исцелила раба сотника, потому что этот веровал, так помиловал и Хананиянку, исцелив дочь ее, и как воскресил он Лазаря возлюбленного своего, так возбудил единородного сына бедной вдовы, ради слез ее, и как не презрел Марии, мазавшей ноги его миром, так не столкнул жены грешницы, так же со слезами мазавшей ноги его миром, и как позвал он Петра и Иоанна слотки их, говоря, грядите мытнице, и как умыл ноги прочим учеников, так умыл ноги Иуда, не делая различия, и как на апостола спасал духа утешителя, так не спасал его и на Корниле с верзновением, и как понудил Ананию в Дамаске Павла ради, говоря, что этот сосуд избранный мой, так понудил Филиппа Самарии Евнуха ради Феопского, ибо у него нет лицеприятия ни к великому, ни к богатому, ни к бедному, но произволение доброго ищет он, и веры в него, и исполнение заповедей его, и любви ко всем. Вот кто будет служить печати для души знаком отличия ее, когда изыдет она из тела, как и заповедовал ученикам своим, говоря, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 18. О ком это говорит он, что узнают вас, если неофила, стоящих справа и слева. И будет, что когда сапостата увидят знамение любви шествующим с душою, то отступят на тенью со страхом, все же святые силы возрадуются с нею. Подвязаемся же возлюбленное по силе своей. Стижать такую печать, чтобы не схватили нас враги наши, Господь сказал, не может город укрыться наверху горы. О какой горе говорит он, если не о святом своем слове. Употребим же возлюбленный труд свой с усердием и разумом, но исполнение слова его, которое говорит любисти меня, заповеди мои соблюдет. Да будут для нас такие труды городом неповредимым и огражденным, сохраняющим нас словом Господа от руки всех врагов наших, пока встретим его, предстанем пред лицо его. Ибо если обретем дерзновение, то рассеются все враги наши силы святого слова его, который есть гора-та, от которой без рук отторгся камень и стер образ золотой четырехсоставный бывший из серебра, меди, железа и глины, как сказал апостол. Облетитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было противостать против козни и дьявольские, ибо брань наша не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мероправителей и века всего, против духов и злобы поднебесных. Четыре эти начала, то есть четырехсоставный образ, от которой есть вражда, вразия, сила, их начало. Искоренилось Святое Слово Божие, как написано, что камень, тот сокрушивший образ, стал горой великой и наполнил всю землю. Убежим же, братья, под кровь его Господа. Да будет он для нас убежищем и спасет нас от четырех этих властей злобных, чтобы и нам услышать радость или вкусить, или услышать обрадовающее Слово Его, со всеми святыми Его, когда соберутся они перед лицом Его, а четырех концов земли, и когда каждый из них услышит собственное блаженство, присуждение блаженства, или какое блаженство присуждено именно Ему по делам Своим, сильно же есть имя Его Святое пребывать с нами и укрепить нас и не попустить сердце нашему в престисте по причине забвения вражья врагом наводимого, но сохранит нас и даст нам по силе нашей перенести все находящее на нас ради Святого имени Его, добрящим милость со всеми сподобившимися улучшить блаженство Его. Ему подобает слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу на ней пресно и во веки веков. Аминь. Слово восьмое изречение. Ава Исаия сказал, я иногда вижу себя похожим на коня, блуждающего без хозяина владельца, на которого садится всякий, кто не нападет на него, и когда пустит его один, ловит его другой и садится на него. Сказал опять, я похож на кого-нибудь такого, которого враги схватив, сказали, связали и бросили в рожь тинный. Если он возопьет кого-то своему, а не всего истекает его ударами, чтоб молчал. Опять сказал, я похож на птицу, за ногу привязанную малым отроком. Когда отрок ослабит нить, птица точно со спаряет сверху, думая, что отвязалась. Но когда отрок потянет ее за нить, опять извлекается она долу. Таким я вижу и себя, и вот что хочу сказать этим. Никому не должно предаваться беспечности до последнего издыхания. Четыре. Сказал опять, если дав кому что взаймы и простишь ему, то будешь подражатель в природе Иисуса, а если взыщешь, то в природе Адама. Если же возьмешь в рост, это будет не по естеству, даже и Адама, разумеется, ниже или против него. Когда кто обвинить тебя по какому-либо делу, которое ты сделал или не сделал, то если ты смолчишь, это будет по природе Иисуса. Если скажешь в ответ, что я сделал, то это будет не по его природе, если же противоречишь слово за слово, то это будет против природы его. Если совершая службы свои, молительные последования, совершаешь и смиренно мудрее, как недостойные, то они приятны Богу. Если же при всем зайдет на сердце, то и помянешь, как другой в эту пору спит или не родит об этом деле, то труд твой бесплоден. Опять сказал смиренно мудрее, что оно не имеет языка, чтобы сказать о ком-либо, что он не родив, или о другом, что он презритель есть. Ни о чей не имеет, чтобы усматривать недостатки других, ни ушей не имеет, чтобы слушать неполезное для души своей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!